На самой востребованной парковке в центре города по улице Виленской разъехаться автомобилем стало еще сложнее. Уже несколько дней здесь идут работы по прокладке кабеля, необходимого для установки шлагбаума и нескольких терминалов. С 25 декабря эта парковка станет платной. Инициировал проект Гродненский горосполком. Заказчикам и исполнителям назначено городское ЖКХ. Специальное оборудование будет установлено по примеру платных парковок в городе Минске, где оплата по часовая и производить ее нужно на выезде. Шлагбаум пропускает всех транспортные средства, но при выезде из парковки платежный терминал будет считывать время нахождения автомобиля на парковке. Если автомобиль превышен 15 минут, то будет с него удерживаться сумма в размере 10 тысяч. Если же транспортное средство находилось на парковке менее 15 минут, водителю не придется платить ни рубля. В обратном случае за каждый час 10 тысяч в дневное время, 5 тысяч рублей в вечернее и ночное. Основная цель преобразования обычной парковки под платную – разгрузка исторического центра города. Зачастую на автомобильной стоянке машины размещают на тротуарах, а в часы пик там и вовсе проблематично разъехаться. Некоторые водители считают, что реализация такой задумки власти города привнесет в жизнь горожан больше негативных моментов. Паркетинова точно не принесет. Больше отрицательного будет, потому что возмущаться люди будут. Все равно у нас, пускай деньги небольшие, но все равно люди, не те зарплаты наши, заезжать и платить. Многие же приезжают и сам туда где-то в магазин. Им тоже здесь нигде оставить, нигде машину. Ничего у нас здесь такого нет. Если я плачу налог за дорогу, допустим, если она сюда не влияет никак, но выводят налоги на дорогу, то почему они не могут учитывать это в платных стоянках? Это опять-таки дорога же. Я по ней движусь. Стоянка тоже, транспортное средство мое. Я уже это оплатил. И плюс ко всему это центр города. Пускай вводят их в торговый центр, как в Минске. Я считаю, я отрицательно к кому-то отношусь. Некоторые же водители считают, что платные парковки нужны нашему городу. Тем более, если гродницы хотят приблизиться к европейскому стилю жизни. В целом положительно отношусь к этому, потому что это все-таки европейская практика и центр города, место такое популярное. К тому же у нас очень много свободных мест, там чуть дальше нужно проехать, лишние пару метров пройти. К тому же сумма такая, 10 тысяч символическая. Я не против. Может быть и платные. Меньше будут заезжать. Надо, не надо. А едут сюда. Понимаете? Может быть и платные. Но будет очень мало. Расширять надо. Кругом повороты. Дохода большого не будет. На тротуаре уже не будут стоять, как сейчас стоят машины. На тротуарах везде стоят. Вот. Платная парковка рассчитана на 93 машиноместа. 19 из них будут принадлежать жителям близлежащих домов, которые смогут ставить здесь автомобили бесплатно. К слову, заключив договор с Гродницким городским ЖКХ, можно будет стать свободным или гарантированным абонентом. В первом случае за 350 тысяч рублей в месяц водитель сможет въезжать на стоянку в любое время при наличии свободного места. Во втором за 700 тысяч в месяц место и вовсе закрепят за определенным автомобилем.